Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю работу ряда коллег. И мы хотим поговорить о дефиците дистрофина и нейротрофина, фактора роста головного мозга, как фактора, который участвует в развитии когнитивных расстройств у детей с мышечной дистрофией Дюшена. Дистрофин – структурный белок, который отвечает за прочность, стабильность, имеет функциональную активность, то есть он и выполняет структурную функцию, и участвует в мышечном сокращении. И сейчас мы уже говорим, что есть такое понятие, как дистрофин – ассоциированный комплекс. И это очень важное образование, которое встречается не только в мышечной системе, а вообще образует каркас фактически всех органов и тканей человеческого организма. И дистрофин, как такой полифункциональный белок, к сожалению, может утрачиваться вследствие мутации в гене, которое находится в Х21-хромосоме, в локусе. Это достаточно большой участок 21-й хромосомы вследствие или дубликации, или удвоения. И в таком случае белок не синтезируется, и развивается заболевание, которое называется мышечная дистрофия Дюшена. Это прогрессирующее редкое детское генетическое заболевание. К сожалению, до настоящего времени оно не курабельно. Мы наблюдаем этих детей, пытаемся их помочь, но жизнь их ограничивается на возрасте 18-20 лет. И надо сказать, что терапевтические наши возможности снижены. Идет активный поиск не только причины, мы уже саму причину заболевания знаем, это мутация в 21-й хромосоме, но и поиск каким-то образом приостановить развитие этого заболевания, так как кроме того, что мы видим полное нарушение мышечной системы, у 30% этих детей формируется прогрессирующая слабоумие. И мы не можем ответить на этот вопрос на данный момент полноценно, потому что нервная система, нервно-мышечная система, и это заболевание относится к нервно-мышечной системе, непосредственно не отвечает за когнитивные функции. Заболевание у этих детей дебютирует в возрасте от 2 до 5 лет. Это такие, казалось бы, достаточно неплохо выглядящие детки, но они уже имеют изменения в физической активности, не любят физических игр, бега, плохо поднимаются по лестнице. И, к сожалению, к 15-16 годам это уже полностью колясочные инвалиды, которые не способны самостоятельно передвигаться. Но родителей, ко всему прочему, удручает, что у почти половины детей еще и нарастает когнитивный дефицит. То есть происходит полный регресс ранее полученных когнитивных функций. И таким образом, кроме миопатического синдрома, который мы видим, мы наблюдаем еще и когнитивный дефицит. Целью исследования было уточнить патогенез, именно развитие когнитивных расстройств в лабораторно-клиническом исследовании. Мы оценивали когнитивные функции у этих детей по разным, достаточно используемым шкалам. Но надо сказать, что они были все у нас переработаны, потому что, к сожалению, праксиса мы уже не наблюдали в следствии порезов. А восприятие, речь, память, мышление мы, конечно, могли использовать. Но, опять же, так как двигательная активность по мере прогрессирования заболевания оставалась только в дистальных отделах рук, то многие методики были переведены в компьютерный планшет, чтобы детям было удобно их пользоваться. Лабораторная диагностика. Мы определяли ряд нейротрофических факторов и, конечно, проводили полное генетическое исследование для оценки, а где расположена эта мутация, в каком месте этого локуса, потому что там существует порядка 80 участков, где может произойти эта мутация. Для объективизации наших данных мы сравнили больных с мышечной дистрофией Дишена с пациентами со спинальной мышечной атрофией. Это тоже нервно-мышечное заболевание. У нас были подобраны по количеству и по возрасту идентичные группы, но как раз у этих детей когнитивного дефицита не возникает. И эти дети и в 20 лет, находясь в полном тетропорезе, могут учиться даже в институте и даже изучают иностранные языки. И таким образом были подобраны клинически похожие группы, но закономерно, что при мышечной дистрофии Дюшена эти дети лишены белка дистрофина. При спинальной мышечной атрофии этот белок есть. И сравнивая двигательную активность, интеллект, речь, мы видим, что у пациентов с мышечной дистрофией Дюшена и спинальной мышечной атрофии двигательные расстройства имеют примерно одинаковую выраженность, а вот интеллект и речь значительно снижены именно у пациентов с мышечной дистрофией Дюшена. В 33% случаев у детей, лишенных белка дистрофина, мы видели снижение когнитивных функций, а в 15% был поставлен диагноз слабоумие. Анализ нейротрофических факторов, концентрация в плазме крови показала сложность пептидной регуляции. И мы увидели, что среди трех факторов фактор роста головного мозга у детей с мышечной дистрофией Дюшена был значительно ниже и даже ниже, чем в контрольной группе. Распределение мутаций было различно. И это позволило нам всех детей с мышечной дистрофией Дюшена разделить на две группы с проксимальным и дистальным расположением мутации. И в дальнейшем мы провели статистический анализ этих факторов и увидели, что у пациентов с дистальным расположением мутации, то есть от 55 до 79 экзонов, нарушения когнитивные, речевые значительно более выражены. В дальнейшем была проведена оценка абсолютного риска развития когнитивных расстройств при мышечной дистрофии Дюшена. И был выявлен уровень фактора роста головного мозга, а это менее 31 тысячи пикограмм в миллилитре, дает уже неблагоприятное течение заболевания и высокий риск развития когнитивных расстройств. Таким образом, мы можем сказать, что у больных с мышечной дистрофией Дюшена именно дистальное расположение мутации в гене дистрофина определяет когнитивные расстройства в сочетании с низким уровнем нейротрофического фактора роста головного мозга. И вот эта комбинация может усложнять течение данного заболевания и в дальнейшем мы думаем, что в перспективе как-то коррегировать эту нейротрофическую дисфункцию нейротропной терапии и, возможно, приостанавливать эти когнитивные расстройства. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Мария Григорьевна.